МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы начинаем цикл уроков школы покера Дмитрия Леснова. И теперь я хочу пригласить к столу своих студентов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Представляю слева направо Катя, Инга, Саша, Максим. Чуть подробнее о них мы скажем в свое время. А пока я хотел бы вам рассказать, какой примерно план наших встреч. У нас будет 40 уроков. И последовательно это будет выглядеть так. Сначала введение, это то, что сегодня. Потом вероятности в покере, стартовые руки, типы игроков, шансы банка, розыгрыш старших, средних и младших пар, розыгрыш оверкарты одномастных связок, арсенал технических приемов розыгрыша, где будет рейс, ререйс, блеф, полублеф. Мы поговорим о категориях рук, о психологии покера, разберем фундаментальную теорему покера, поговорим о таких интересных вещах, как психология игрока и чтение наших оппонентов, как можно по языку телодвижения определить настроение нашего противника. Мы поговорим о болезненном пристрастии к играм, о лудомании, о том, как с этим бороться. На наших уроках мы будем играть, потому что это все-таки уроки игры, и без игры нам будет скучно слушать все эти лекции. Мы будем разбирать те сдачи, которые произошли в игре. Мы будем считать на компьютере разные шансы и вероятности, и на основе всего этого анализа считать, какое решение было все-таки правильным. Давайте с этого начнем. Итак, урок номер первый. Посчитаю возможным начать его с дифирамбо, своей любимой игре, с дифирамбо-покеру. Это сегодня одна из самых популярных, если не самая популярная игра в мире. И у наших спортсменов, которые выступали на международной арене, были столь существенные достижения. В Россию приехало два золотых браслета World Series of Poker. В Россию приехали серьезные призовые деньги. Русские игроки стали котироваться на мировой арене наравне с самыми крупными звездами. Есть такие имена, которые уже в историю покера навсегда вписаны и вписаны большими буквами. Такие как Александр Кравченко, Александр Кострицын, Иван Демидов, Виталий Лупкин, Николай Евдоков. То есть этот цвет российского покера и их имена сегодня уже в мире широко известны. Я всегда спрашиваю у людей, которые приходят записываться, я спрашиваю о мотивации. Зачем это нужно? Не собираетесь ли вы зарабатывать эти на жизнь? Как правило, ответ нет. Просто хочется быть, может быть, лучшим в своем кругу. То есть обычно есть какой-то круг, где люди играют в покер. И мне это понятно. Скажем, когда-то понравилась мне игра нарты, я нашел себе учителя и целый год обучался у него искусству этой игры, которую до сих пор очень люблю. И про которую запомнил одно из речений восточного правителя, который сказал, что шахматы мне тоже очень нравятся как игра. Но нарты, говорит, я считаю, даже лучше и выше, потому что шахматы могут воспитывать гордыню. А даже самый лучший игрок в нарты должен не забывать, что есть тот, который распоряжается выпадением игральных костей. И если он не захочет, то ты уже никогда ничего не выиграешь. И поэтому нарты в этом смысле воспитывают некое смирение и почитание. Ну, покер такая замечательная игра, что однажды познакомившись с ее правилами, трудно перестать в нее играть. И это видно, например, по количеству поклонников этой игры. В покер играют и Бен Аффлек, и Мэтт Дэмон, и Дженнифер Тилли, это знаменитые голливудские люди. Почетным президентом Московской Федерации спортивного покера был Александр Гаврилович Абдулов, большой поклонник этой игры. Покер занимает достойное место в ряду игр. Недаром в высших учебных заведениях, когда изучают теорию вероятности, обычно берут примеры именно из области покера. Если уже позволить себе такие большие сравнения, можно утверждать, что покер – это модель мира. Вообще, это философская тема. Мудрецы древние китайские считали, что карточная колода – это модель мира. Потому что, если разобраться, есть четыре масти, четыре времени года. В каждом времени года 13 недель, и действительно у нас в каждой масти 13 карт. А в сумме мы имеем 52 недели, 52 карты. А кроме того, бывает же високосный год, и тогда есть жокер, который может рядиться в чужие одежды. То есть, в колоде карт есть некие философские загадки, но я хотел сказать именно про покер. И если вы позволите маленькое отступление, кто помнит Пушкину «Пиковую даму», там они играли в игру «Штос», гнули бог их, прости, от пятидесяти насто, и записывали, и отписывали мелом. Так не нас наедни занимались, а не делом. Играли они в эту игру «Штос», и если вы узнаете правила, то вам будет очень странно, как могли такие выдающиеся ребята, как Пушкин, Достоевский, Некрасов, Толстой, днями напролет играть в эту простейшую игру. Там, если помните, Герману графиня нагадала тройка-семерка, туз выиграет тебе сряду. И вот Герман ставит свою там карту тройку, а Чикалинский свою колоду тасует, подрезает и начинает метать. Бита есть, бита есть, тройка бита. Вот куда, если карта попала направо, то она проиграла, а если налево, то выиграла. Направо легла дама, налево – туз. Туз выиграл. Ваша дама убита. Про Пушкина есть у Вяземского в записных книжках, что в бытность тогда в своей вьюжной ссылке, в Одессе, Пушкин поехал в Вер за 200, чтобы увидеть предмет своей тогдашней любви. Ну, приехав перед обедом, сел поиграть, заигрался, к обеду так и не вышел, играл до утра, все проиграл, уехал злой как черт и даже не повидался со своей вот этой пассией, которой приехал. Вот, как пишет Вяземский, проиграл и деньги, и любовь свою. И я вот задавался вопросом, как они могли, с чем в этом было интересно вот эту игру играть. Замечательное объяснение дал профессор Тартовского университета Юрий Михайлович Лотман, отец русского структурализма. Он сказал, что сама игра представляла собой наиболее точную модель общественных отношений того времени. В Екатерининское время сама жизнь метала свой пестрый фараон. Можно было лечь спать с майором Зоричем, а проснуться с генерал-ланшефом Зоричем, если проснулся в Бударе императрицы. И как бы все зависело от случая и от расположения к тебе вот этих высших сил. От того, направо твоя карта выпала или налево. Потом на смену этому ШТОСу, бесшабашному гусарскому ШТОСу, пришли такие игры, как ВИСТ, Преферанс. И там уже, смотрите, терминология даже другая. Там есть торговля, взятка, прикуп. То есть это уже какие-то купцы, чиновники играют. И уже сам смысл другой. Там какое-то партнерство, там вестующие объединяются против играющего. А сегодня на первое место выходит покер, потому что покер является наиболее точной моделью сегодняшних отношений в обществе. Потому что наша жизнь вся стала коммерциализирована, стала похожа на бизнес. В Америке давно покер, как бы национальная игра. А в России раньше, ну, например, мы не особенно интересовались курсом доллара в советские времена, но нам было все равно. Сегодня какие-то существуют пенсионные фонды, старушки думают, где держать свои деньги в банке или в кубышке, там в рублях, в евро, может быть, или в долларах. Что будет, почем будет нефть. Это же раньше никого не интересовало. В этом смысле покер – это игра инвестиций. Как мы покажем это в процессе нашей школы, каждая ставка – это некоторая инвестиция. В банке сколько-то тысяча каких-то условных фишек, там рублей, долларов, единиц, неважно чего. И нам предлагается сделать ставку. И мы должны рассчитать, какова вероятность того, что нам придет нужная карта, и достаточно ли этой вероятности, чтобы претендовать на такую вот прибыль. Потому что если вероятность один к одному, то мы можем платить и один к одному. А если в колоде есть всего одна карта, которая дает нам победу, а карт в колоде там осталось, например, 40, то нам нужно, чтобы банк был в 40 раз больше, чем наша ставка. И мы выкинем в пас любую карту, если нас не устраивают вот эти шансы банка. К этому будет посвящен отдельный урок. Но смысл в том, что игра в покер в сжатом виде представляет собой модель бизнеса. То есть она ничем не отличается, скажем, от каких-нибудь фьючерсных контрактов. Есть люди, которые покупают нефть на январь следующего года. У них работает целый аналитический центр, и они думают, вот тот доллар, который я сегодня вложу, или тот миллион долларов, который вложу, принесет ли мне хотя бы 10% через год, как прибыль на мои инвестиции. А может и прогореть, и нефть упадет в цене, как мы сейчас знаем, многие прогорели кризис. Точно так же в покере вы можете делать ставку с положительным отожиданием, то есть дающий вам доход, и точно так же можете сделать ставку, которая принесет вам убыток. Только в бизнесе вам нужно ждать год, а в покере эти действия происходят 30 раз в час. Поэтому это модель бизнеса в сжатом, в концентрированном виде. Поэтому люди, которые хорошо играют в покер, они и неплохие бизнесмены, потому что они умеют считать вероятности и шансы. И еще я вам хотел сказать, что наша школа покера – это то место, куда мы будем приходить работать. То есть если вы ищете в покере развлечения, то нам несколько не по пути, потому что мы тут все хотим стать профессионалами, мы хотим хорошо разобраться в основах игры, и нам часто придется считать, пользоваться калькулятором, думать, перебирать варианты. То есть то, что называется «грызть гранит науки». Поэтому если вы хотите отдыхать, то нам не вместе. Но тем не менее у нас будут и приятные минуты в нашей учебной практике. Мы будем играть в карты, мы будем делать кофе-брейки, мы будем в свободном режиме обсуждать, что произошло, линию поведения каждого игрока, особенно этические ее моменты. Мы можем, я не знаю, завтракать, обедать, ужинать, ходить в кино, ездить на прогулки. То есть я думаю, что, как это обычно бывает у нас в школе, мы становимся семьей на все время обучения. Египет. Египет. Шармальд Шейф. С 13 по 20 сентября. Red Sea Cup 2009. Покер-клаб менеджмент и телеканал ProPoker представляют выездной покерный турнир Red Sea Cup 2009. Покер-клаб менеджмент и телеканал ProPoker-клаб менеджмент и телеканал ProPoker-клаб менеджмент. Покер-клаб менеджмент и телеканал ProPoker-клаб менеджмент. Почему-то в любом коллективе, как только две женщины сядут рядом, у них образуется какой-то женский кружок. Я надеюсь, вы о покере говорили все это время. Даже нет такого предположения, что о нарядах или косметике. Покер настолько огромная тема, что всегда трудно даже выбрать, с чего начать. и чем ограничить свой вот этот пристальный взгляд нашего лучика-фонарика. Ну, во-первых, скажу про разновидности. Лично я знаю порядка 80 разновидностей игры в покер. На самом деле их гораздо больше. Это так называемый техасский холдом. Самый популярный вид, который мы частенько смотрим по телевизору, где у каждого игрока по две карты, а на столе каких-то три, потом четвертая и пятая карты раскладываются. Так, это то, что называется комьюнити карты, или общие для всех игроков карты. Другая разновидность – это Амах, где все то же самое, только каждому игроку раздаются по четыре карты, а не по две. Этим всем разновидностям будут посвящены специальные занятия. И третья разновидность – это так называемый статпокер, когда игрокам раздаются по две закрытые карты, а потом по одной открытой, и после каждого круга торговли – по второй, по третьей, по четвертой, и по одной карте еще в закрытой. Эта разновидность называется семикарточный статп, и ей тоже будет посвящено отдельное занятие. Это моя любимая форма карты. Ну, отлично, тогда мы постараемся это занятие провести как можно скорее. Вот, теперь, что их объединяет, и почему все эти, как бы, непохожие с виду игры называются общим словом «покер». Их объединяет в первую очередь то, что покерные комбинации одинаковы для всех разновидностей покера, и выглядят следующим образом. Самая старшая покерная комбинация – это флеш-рояль. Пять карт одной масти подряд, начиная от туза. Следующая – это стрит-флеш. Те же самые пять карт одной масти, но не от туза, а от любой карты подряд другой, например. Так тоже будет стрит-флеш. Следующая по старшинству комбинация – это каре. Четыре одинаковых карты, ну, например, четыре короля. Ну, тут должна быть еще какая-то карта. То есть покерная комбинация – это всегда пять карт. То есть если у одного человека каре, а у другого, например, такой же каре на стузом, то каре с тузом старше, чем каре с двойкой. Ну, такая ситуация может возникнуть. Вот лежит, например, такая карта. У кого-то, например, туз-2, а у кого-то, например, две дамы. Две дамы – хорошая карта, но в случае каре мы сможем подложить своего туза, и у нас будет каре королей и туз. А две дамы могут подложить только даму, и будет каре королей и дама. То есть не приди этот король, например, вот так вот еще, например, в такой стадии игры, то у игрока с дамами был бы фулл-хаус. Это следующая комбинация. Три короля и две дамы. А у этого был бы фулл-хаус младше. Три короля и две двойки. Но открывается король четвертый, который вроде бы улучшает вам комбинацию, но вы должны понимать, что любая рука с тузом становится старше, чем ваши две дамы, потому что туз может… ну, вы как бы мысленно подменяете эту карту. Таким образом, после каре и фулл-хауса у нас начинаются такие комбинации, как флеш. Это пять карт, независимо от последовательности, но одной масти. После флеша у нас идет стрит. Если вот так вот положить эти карты, то это будет последовательность из пяти карт подряд, независимо от мастей. Ну, естественно, если у кого-то будет стрит старше, например, там будет, ну, какая-нибудь семерка и там твалет, например, то этот человек может показать стрит от семерки. Вот такой вот у него будет стрит. Он, естественно, будет старше, чем стрит, который покажет, ну, какой-нибудь игрок, который имеет, там, не знаю, два туза. Вот эти два туза, здесь, как бы, карты совершенно не к месту. Естественно, что если у этого человека будет, например, вот такая карта, троечка, то он победит стрит, потому что у него не только стрит старше, но и флеш есть. После стрита следующая комбинация – это три одинаковых старты. То есть, например, три тройки, пятерка и двойка. Эта комбинация проигрывает стриту, но, в свою очередь, бьет две пары. Например, так, такие две пары. Два туза и две тройки. Если у двух игроков есть комбинация две пары, то сначала сравнивается достоинство старшей пары, а потом младше. Например, два туза и две тройки старше, чем два короля и две дамы. Ну, что и понятно, что тузы старше королей. Вот такие вот две пары, и еще есть тузом с каким-нибудь. Такие две пары меньше, чем вот эти две пары. Вот. Если, например, пары нет, в смысле второй пары, есть только одна пара, то два туза старше, чем два короля. В последний случай, когда у человека, например, какая-нибудь парочка две двойки, она обыгрывает комбинацию, если нет никаких пар, просто старшая карта туз. Если у двух игроков нет никакой комбинации, никаких пар, стритов, флешей, то сравнивается достоинство всех вот этих карт. Скажем, если, например, у человека вот у одного такая карта, а у другого такая, то мы смотрим старший туз, и здесь старший туз. Следующий король, и здесь следующий король. Дама и следующий, да, вот четыре карты одинаковых, а потом идет валет, а здесь тройка. То есть вот эта рука старше, чем вот эта, потому что по четвертой карте она старше. Вот, собственно, все покерные комбинации, их всего десять, поэтому несложно запомнить. Ну, на всякий случай, во время игры мы будем, хотите, спрашивать, повторять, как что старше и так далее. Вот если я буду забывать, вы напоминайте мне, чтобы я объявлял, какие комбинации возможны и какая из них старше. И теперь осталось понять, как происходит ваше само течение игры в этой игре «Техасский холдом». У каждого игрока есть какие-то свои фишки. Давайте быстренько я вам их раздам. Очередная сдача разыгрывается сначала. То есть, ну, вот, представьте, мы пришли и сели за стол. Теперь мы разыгрываем, кому будет принадлежать вот этот баттон. Он принадлежит самой старшей карте. Кстати, если встретились две карты одинаковые, то есть старшинство мастей. Самая младшая – трефа, потом бубна, потом черва, потом пик. Десятка бубновая считается старшей. Поэтому баттон переходит к Максу. Это означает последнюю руку. Он как бы сдающий. Если бы не было человека, который всех обслуживает, как я, например, сейчас, а мы бы сдавали каждый сам, то сейчас сдавал бы Макс, и его положение сдающего было бы отмечено баттоном, чтобы было понятно, кто раздавал. И этот баттон от сдачи к сдачи двигается по кругу. Теперь после баттона первая рука делает минимальную ставку в темную, а следующая рука делает большой, ставит большой блайнд. Блайнд – это по-английски слепой, то есть ставка в темную. Объясню, для чего это делается. Если бы не было этих блайндов, то тогда оптимальная стратегия в покере была бы такая – жди, пока придут два туза, и ставь как можно больше фишек, потому что твоя рука сейчас самая сильная, и она была бы скучной, никто бы и не ставил, и ждали бы все двух тузов. И два туза приходят редко, примерно один раз из 220 раздач. Вот, поэтому мы бы все умерли тут со скуки. А так у нас игра начинается с того, что мы уже изначально поставили деньги, которые создают банк. Ну, в турнире это просто фишки, в игре на деньги – это деньги, вот 25 рублей, 50 рублей. Дальше всем игрокам раздают по две карты. Другие игроки не делают ставок в темную, ждут свою карту, и могут либо уравнять эти блайнды, либо повысить, либо выкинуть свои карты в паз. Вот эта карточка, которую я подрезал, она называется срезка, ее дилер кладет под низ колоды, но в случае, если он случайно засветит эту карту, то ее никто не увидит, потому что она закрыта. Вот, теперь слово Инги. Чек нельзя, нужно либо поставить 50, либо выкинуть свои карты в паз, либо увеличить. Вот, паз. То же самое относится и к нам с вами, хотя мы и поставили уже ставки, но право повысить должно быть у любого игрока. Я, например, посмотрел, и тоже мне не понравилось, несмотря на то, что я поставил уже, я выкинул. Теперь ваше слово, у вас есть возможность сказать чек, а есть возможность повысить. А я паз могу сказать? Паз не нужно, потому что вы уже уравняли ставку, и вы смотрите бесплатно те карты, которые придут. После этого на стол открываются три карты. Это комьюнити-карты, карты общие для всех игроков. Вот, и вы строите свою комбинацию с учетом тех карт, которые на столе, и тех карт, которые в руки. Если у вас, например, король 8, это две пары. Если просто пятерка, это пара пятерок. Допустим, у вас 5 дамок. Можно сказать чек, как бы предлагая посмотреть следующую карту бесплатно, можно сразу же сделать ставку. Вот эти все ранее сделанные ставки, они уже переходят в банк, который заберет кто-то один. Ну, либо если одинаковые комбинации будут разделены между двумя игроками. Я выложил карты для удобства описания. Для удобства описания придумали специальные термины. Вот эти первые три карты, которые выкладываются одномоментно, называется флоп. Следующая карта, которая придет четвертая, будет названа терн, как поворот. И последняя карта, которая будет, называется ривер. Ривер, могу объяснить происхождение этого слова «ривер», поскольку игра ковбойская по происхождению. Ковбои заканчивали день на реке, потому что стадо нельзя оставить без водопоя. Вот, разжигали костер, жарили мясо, пили виски, играли в покер. То есть ривер – это последняя карта, после которой уже ничего не происходит. Все чек, поэтому мы открываем карту терна. Если у кого-то была пятерка, стало три пятерки. Ну, судя по тому, что все сказали чек, наверное, ни у кого не было совпадений. Поэтому, например, ТУС уже может считать, что он, может быть, и самая сильная рука. А если есть своя какая-нибудь карманная пара, девяток, например, то она может считать, что она фаворит, и ни у кого нет руки старше. Снова круг торговли. Вы опять говорите чек, наверное. Чек. Инна, тоже… Нет, Инна решила поставить. Пятьдесят… А, сто. Тоже колл сто. Вы можете пас, можете колл сто. Я пас. Пас. Ваша карта. Как только карты пришли в соприкосновение с отбоем, вы уже не можете передумать, это уже все мертвая рука. Потому что, может быть, трудно будет отличить. Вы скажете, ой, верните мои, но никто не знает, может быть, вы какие-то другие две карты получили. Потому что они уже перепутали здесь. Мы уже все здесь срезали и открываем туза. Опять слово. Вот такая ставочка 200. Не надо просто уравнять, да? Вам нужно либо выбросить, либо уравнять. И тут мы уже раньше уравняли. Теперь вам нужно уравнять 200. Так, все. Теперь открывайтесь. Ага. О! Ничего себе, какие продвинутые ребята. Они говорили, чек, имея старшую пару королей. Они, видимо, нас заманивали. Я вижу, это уже опытные игроки, Катя. Нет. Мне нужно с этого ждать. То есть, ну, у вас была неплохая, то есть, король как бы, вот эта карта побочная. Я боялась, что у него туз. Так пока туза не было, у вас король уже хорошо смотрел. То есть, мне надо было рай сделать уже на... Ну, вам бы ответили. На самом деле, вы бы смотрели достоинство следующей карты. Шестерка. Мы в данном случае ее будем называть таким словом кикер. Кикер – это побочная карта, которая не входит в комбинацию. То есть, у вас было бы два короля и вот кикер – шестерка. А если у него тоже король, то играет роль значение величина этого кикера. Поэтому у вас тоже не очень хороший. Да и у него слабенький. Я сомневалась у него старший-то. Да, да. Ну, и, кстати говоря, розыгрыш был правильный. И происходит то, что я и предвидел, банк делится на двоих. Теперь смотрите, тут возникла интересная ситуация. 300 туда, 300 сюда. Но вот эта сумма не делится пополам. Нужно разменять и дать вам по 12,50. Не на чай. Но у нас не на чай. На самом деле, больше нечетная фишка отдается тому, кто сидит после бата на первой. То есть, в данном случае, вы, поэтому вам больше. А это, Саша. Такая вот у нас получилась игра ознакомительная. Ну, надо сказать, уже хорошо с игруной. Да, вам понравилось, как они короля скрывали оба. Резюмируя наш вот этот пример ознакомительный, процедура игры такая. Всем раздуется две карты, происходит круг торговли. Игрок должен либо уравнять предыдущие ставки, либо повысить, либо выбросить. После того, как все ставки уравнены, открываются три первых карты, которые называются флоп. Происходит круг торговли. После того, как ставки уравнены на первом круге торговли, открывается четвертая карта. И после круга торговли открывается пятая карта. Четвертая называется терн, пятая называется ривер. После того, как ставки уравнены на ревере, игроки открывают свои карты и сравнивают. Здесь, например, нету никаких пар. Здесь тоже, видите, опять ничья. То есть у нас сегодня такой день, когда у всех будет ничья. То есть не очень сложная игра. На самом деле, пусть вас не смущает вот эта обманчивая простота, говорят, что в покер изучить правила нужно 5 минут, а потом совершенствовать свои знания всю жизнь. То есть даже если мы с вами встретимся через 30 лет, и мы будем уже профессиональными игроками, уже матерыми и чемпионами мира, для нас все равно в этой игре останется много загадок, и мы будем точно так же спорить о тех решениях, которые мы принимаем в процессе игры. Именно поэтому она и популярна, что она бесконечна, совершенно бесконечна, как игра. Ну, если позволите, пару слов в историю игры покер. На самом деле, в европейских странах родственных игр было отмечено несколько уже в средние века, то есть в 15-м и в 16-м веке. И происхождение покера, то есть пальмоперенство, как бы право считаться изобретателем этой игры, до сих пор распаривают немцы, французы и англичане, потому что каждый предлагает свое слово. Там, например, пох по-немецки был кошелек, у французов была тоже схожая по правилам игра, которая могла быть прямым предшественником покера. Но родины покера в современном виде следует считать Соединенные Штаты Америки, где изначально играли колоды в 20 листов, то есть только тузы короли, дамы, валеты и десятки. Вот эта игра получила наибольшее распространение во время Гражданской войны в Штатах, когда река Миссисипи была, по сути дела, единственной транспортной артерией, и купцы, и деловые люди все перемещались по реке, и на этих пароходах промышляли карточные мошенники, которые, скорее всего, и придумали эту игру для того, чтобы быстренько обувать. Там не было особых никакой математики. Про это есть целый пласт литературы и всевозможных легенд. Можно почитать Джека Лондона и Эл Генри, чтобы увидеть, как они играли в покер. Есть, ну, не знаю, разные такие истории, как человек, например, подавал сигнал о том, какая карта, играя на дужечке, то есть корабельный музыкант был в сговоре с игроками, проходя за спиной у жертвы, он наигрывал определенную мелодию, ну, давая знать, что за комбинация, стрит, флеш, там, или две пары пришло. Ну, это некий исторический пласт. В современном виде техасский холдум появился, ну, примерно в 70-е годы 20-го века. До этого были тоже различные разновидности, пятикарточное дро и несколько других. Само соревнование в олд-серии «Савпокер» было придумано хозяином и основателем казино Хос Шу подкова в Лас-Вегасе, Джеком Биннионом, который собрал шесть ведущих, то есть самых знаменитых игроков «Покер», для того, чтобы выяснить, кто же из них является лучшим, кого можно провозгласить королем «Покера». Они соревновались на протяжении месяца в различной разновидности «Покера». И у них даже не было никакой структуры турнира. Они решили этот вопрос голосованием. И признали победителем игрока по имени Мосс. На сегодня можно в Лас-Вегасе посмотреть зал славы. На следующий год количество игроков, участников в «Олд-серии» в «Покер» уже было 14. Пару лет назад число участников достигло 8900 человек. Ставки за это время возросли. Вступительные взносы на главные события «Олд-серии» в «Покер» составили 10 тысяч долларов. Но это еще не предел. А уже 15, по-моему, да? Майн-эминн 10 остался. Есть большие турниры в «Беладжу» по 50 тысяч вступительный взнос. Так что есть много людей, которые готовы состязаться в игре в «Покер». И продолжительность этих соревнований сегодня составляет порядка 50 дней. И играют за эти дни они 55 турниров. То есть вы можете приехать и выбрать на свой вкус. Хотите семикарточный «Покер», хотите «Тексас Холдом», хотите «Тексас Холдом Лимит», хотите «Ноу Лимит». Для того, чтобы было понятно, что такое «Лимит» и «Ноу Лимит», мне осталось еще сказать о структуре игры и структуре ставок. То есть различают «Лимит», «Ноу Лимит» и «Под Лимит» игры. Это означает размер максимальной ставки. То есть, скажем, «Ноу Лимит», вы ничем не ограничены. Вы можете поставить любое количество денег, но не больше того, что стоит перед вами на столе. Или «Фишек». В «Лимит» играют, например, если у них лимиты 50-100, то дальше следующий рейс может быть 200, еще один следующий 300, и следующий 400, и это будет называться «Кэпс», то есть уже предельная ставка. Больше четырех увеличений делать нельзя. Если остались два игрока, можно увеличивать до бесконечности. «Под Лимит» – это от слова «Под», то есть «Банк». Ну, по-английски «Под горшок» некий. Так вот, играют, что верхний предел ставки ограничивается размером «Банка». Если в «Банке», например, сейчас уже стало тысяча, то можно поставить любое количество фишек от размера большого блайнда от 100 до 1000. Но нельзя поставить 1100. Но если этот игрок поставил, например, тысячу, то для следующего игрока предел ставки уже будет, как бы он уравнял эту тысячу, и плюс еще «Банк», то есть всего 4000. Таким образом ставки могут увеличиваться в размере, но никогда нельзя будет поставить больше «Банка». Но мы будем играть в самую популярную разновидность и самую простую для запоминания – это «Ноу Лимит», когда ты можешь поставить столько, сколько захочешь. Я думаю, мы освоились с основными процедурными правилами, посмотрели покерные комбинации. Остается все-таки сформулировать цель и смысл игры. Зачем мы играем, что мы хотим. Мы хотим выиграть фишки других игроков, по возможности всей фишки. В турнирах так и бывает. Всем выдают одинаковое на старте количество фишек, и выигрывает турнир тот игрок, который выбил всех остальных, а остался один. То есть он забрал все фишки турнира. Чтобы и «Кадиллак» себе купил, да? Не обязательно «Кадиллак». Иногда ему хватает на несколько «Кадиллаков». А иногда ему не хватает и на мороженое, если это какой-нибудь студенческий турнир. Но, как правило, структура призов таким образом. Есть какой-то призовый фонд, который может формироваться разными способами. Как правило, он формируется из взносов игроков. Но в целях популяризации очень часто проводят какие-нибудь промо-турниры, когда, например, участие бесплатное, а призы – те, которые дадут спонсорам. И игра становится популярной, и поэтому средства массовой информации тоже хотят давать своим читателям то, чем те увлекаются. Подводя итоги первого урока, надеюсь, мы его каким-то образом пересилили, и он показался вам не очень скучным, но нам было необходимо пройти и покерные комбинации, и процедуру игры, иначе бы те телезрители, которые смотрят это впервые, не поняли бы, что надо делать. Остается сказать, что следующим нашим уроком будет такая обширная лекция про теорию вероятности и про то, как эти вероятности, и какую роль они играют в игре покер. Спасибо. До следующего урока. Субтитры создавал DimaTorzok